Вечер добрый, господа. У микрофона Юрий Пранько, это Финам-ФМ, ежедневная интерактивная программа «Реальное время». Сегодня у нас клинч, дебаты по крайне серьезной теме. Мы пригласили представителей двух политических сил, которые, скажем так, на текущую ситуацию не просто смотрят отлично друг от друга, но и имеют собственные позиции. Мы будем говорить с легкой руки одного из моих гостей, будем говорить о золотых кренгелях. Именно он один из авторов этого понятия, который, в общем-то, как и другие некоторые мемы, названия, уже вошли в нашу жизнь. Соответственно, будем говорить и называть вещи своими именами, тем более оба гостя согласились не просто прийти, а поговорить откровенно. Тем программа «Золотые кренгелях» то следующий. И здесь, и сейчас, в реальном времени, Сергей Железняк, вице-спикер Государственной Думы России, член фракции «Единой России». Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. И Дмитрий Гудков, депутат Государственной Думы России, член фракции «Справедливая Россия». Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер. Я напомню, средства коммуникации для вас, уважаемые слушатели. Наш многоканальный телефон 65 10 99 6, код Москвы 495. Наш портал в интернете финам.фм для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Сейчас я вот ее проверяю. Если все у нас хорошо, то значит вы нас и не только... Да, все хорошо, идет прямая веб-трансляция, то есть можно слушать, можно смотреть и самое главное участвовать в нашем сегодняшнем разговоре. И буквально после вступительного слова каждого из моих гостей мы запустим СМС-голосование. Мне нужна сейчас помощь наших продюсеров, чтобы запустить ее. И вы будете голосовать в течение всей программы, слушатели финам.фм. Соответственно, одна позиция будет за Сергея Железняка, другая позиция за Дмитрия Гудкова. Господа, у нас не так много времени, потому как мы будем с вами еще уходить на новости рекламы в 15.30 и 45 минут соответственно. Поэтому, Дмитрий, вот позвольте с вас начать. Вы же, в общем-то, стали инициатором этого крендельного процесса, да? Вы стали нападать на своих коллег по Государственной Думе, предъявляя конкретные факты, документы, насколько я понимаю. Можете рассказать кратко предысторию и, самое главное, цель этой акции? Да, я сегодня впервые пришел, видите, со шпаргалками. Не потому что я буду читать, а потому что у меня масса документов, которые доказывают причастность депутатов-единороссов к занятию коммерческой деятельности. Я сегодня буду говорить про ряд таких громких случаев, но моя позиция такая. Я считаю, что, ну, как минимум, одна треть депутатов, членов фракции «Единой России» занимаются коммерческой деятельностью. Они имеют акции, они владеют долями в разных предприятиях. При этом огромное количество нарушений мы обнаруживали в процессе вот наших публикаций под названием «Золотые крендели Единой России». Как вы знаете, было написано ряд запросов в Следственный комитет, комиссию Думы по и депутатской этике, и по контролю над доходами. И в итоге депутатского мандата лишился один Кнышов. Мы считаем, что это компанейщина, это попытка выпустить пар. Потому что буквально на следующий день после лишения мандата Кнышова, его компания в Ростове получила подряд на контракт на 7,5 миллиардов рублей. Это строительство дороги «Ростов-Азот». И, насколько я понимаю, 19 километров дороги должны построить за такую нехилую сумму. Я уверен, что дальнейшие выводы «Единая Россия» делать не будет, потому что уже прошло заседание, ну и не одно даже заседание комиссии Васильева. Например, такие депутаты, как Пехтин, я потом уже покажу вам все необходимые документы, которые подтверждают, что он скрыл от общественности объекты недвижимости. Они ушли от наказания и, к сожалению, вместо того, чтобы бороться с незаконным предпринимательством в рядах Государственной Думе, «Единая Россия» нам, так сказать, назначает одного козла отпущения в виде Кнышова. Но при этом те депутаты, которых мы знаем, и те депутаты, которые имеют какой-то вес в этой партии, они почему-то у нас сохранили депутатские мандаты. Значит, цель очень простая. Я хочу показать, кто реально владеет капиталами, кто реально владеет акциями и долями крупных предприятий. И главная задача – это сформировать общественное мнение для того, чтобы уже на следующих выборах никакой Чуров «Единая Россия» не помог. Еще раз, смотри, сколько, по вашему мнению, единороссов? 93 депутата Госудумы владеют акциями и долями предприятий, входят во фракцию «Единая Россия». И уже у меня сейчас документы на 24 депутатов. 23 – это из «Единой России», 22 – из «Единой России», 1 депутат Мосгордумы «Единой России» и 1 депутат из ЛДПР. Это те, кому есть серьезные претензии. Я готов сегодня показать выписки из ЕГРУ, различные документы. Ну, наверное, для вступления достаточно, дальше мы поговорим. Да, это Дмитрий Гудков. Сергей, пожалуйста. Юр, я хотел сразу просто понять, в чем будет разница позиций, потому что эту разницу нужно показать. Я скажу свою позицию, а потом скажу, почему я считаю, что нужно четко определить критерий, в отношении которого люди должны будут определиться. Ну, заметьте, я еще и не запустил голоса. Да, 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 я просто обращаю на это внимание. Несомненно, любой депутат, член Совета Федерации, чиновник, который совмещает свои полномочия с участием в предпринимательской деятельности, должен быть, конечно, своей должности и своих полномочий лишен, потому что это прямое нарушение законодательства. И это наша принципиальная позиция, вне зависимости от того, какую партию человек это представляет. Если есть подтвержденные факты нарушения закона, то он мандата должен быть лишен. И, соответственно, если это в исполнительной власти, он должен быть снят со своей должности. Теперь, что в законе есть. В законе нет на сегодня запрета на владение акциями, долями предприятий, недвижимостью и так далее. Это все то, о чем говорил как раз Дима. Запрет на сегодня есть в отношении участия в управлении этими предприятиями. То есть, издание различных указаний, приказов, занятия различных должностей, которые предполагают управленческие решения и так далее. Я считаю, что здесь, конечно, не требуется доработка. И мы с Ильей Пономаревым, с другими депутатами из разных фракций уже договорились о том, что было бы очень правильно, если бы мы внесли изменения в закон о статусе депутата, членов Совета Федерации, и в момент получения мандата, чтобы автоматически все акции, все доли переводились в доверительное управление, в траст определенный. Сегодня этот вопрос даже обсуждался в Совете Федерации, их предложение даже создать некую государственную управляющую компанию, которая бы... Как глупость. Ну ладно, так. Юр, я считаю, что это их идея, я считаю, что этих управляющих компаний должно быть достаточно, чтобы можно было выбрать, но сам человек, получающий мандат, идущий в представительную власть, должен по закону сразу же передавать все свои активы доверительного управления той организации, которой он доверяет, но официально. Да. И должен автоматически лишаться всех должностей во всех учреждениях и во всех организациях. Ну, условно говоря, чтобы... То есть вы также против совмещения государевой службы с ведением бизнеса? И вы готовы лишать мандата всех? Абсолютно. Как вот история с Кнышом, сейчас, Дмитрий, я вам дам... Но я хочу просто понять, как так получилось, что этот господин по собственному желанию уходит из Госдумы, да, потом процедурно это все проходит, и вот этот контракт его в фирме, это покупка, что ли? Нет, мы тоже прекрасно с вами понимаем. Я надеюсь, что среди наших слушателей есть специалисты в области, там, и дорожного строительства, и инфраструктура. Говорят, самый коррупционный бизнес. Ну, специалисты среди наших слушателей, я надеюсь, все-таки есть. И они понимают, что даже по 94-му федеральному закону, как минимум за месяц должен быть уже объявлен конкурс до даты проведения. Понятно, что сама подготовка к нему, то есть разработка технической документации, разработка различных критерий, это же, ну, достаточно непростой процесс, он занимает как минимум несколько месяцев. Поэтому, если предположить, что Кнышов предполагал о том, что через какое-то время, там, Дима, а на самом деле, на самом деле, Саша Агеев, насколько я знаю, он этот материал поднимал по Кнышову, обратиться в правоохранительные органы с просьбой дать разъяснение, то он либо провидец. Подождите, провидец это провидцем, но он же мог и пролоббировать это, как депутат. Здесь все очень просто. Во-первых, это изъян, но в данном случае изъян, может быть, даже такой правильный в законодательстве, что побеждает тот, кто дает наименьшую цену. Это далеко не всегда правильно, потому что это вопрос еще соответствия цены и качеству, но в данном случае, я так понимаю, что вот тот подряд, который разыгрывался, просто был выигран, потому что была отдана наименьшая стоимость. То есть так совпало. Это Сергей Железняк. Дмитрий, перед новостями очень коротко. У вас есть факты совмещения депутатства и ведения бизнеса? Я готов даже сегодня об этом рассказать, показать необходимые документы. Вы готовы назвать фамилии людей? Назвать фамилии и показать документы. Фамилии с документами. Сергей, а вы готовы прокомментировать? Конечно. И более того, я понимаю, о чем мы можем поспорить. Да. Ну, то, что сказал Сергей, слова правильные, безусловно. Но, к сожалению, Сергей тоже не может гарантировать, что Единая Россия получит добро на то, чтобы действительно со всеми предпринимателями разобраться в Государственной Думе. Я считаю, что это профанация. Отлично. Вот давайте... Мы сейчас уйдем на новости. Здесь Дмитрий Гудков и Сергей Железняк. Реальное время. Финам. 15 часов 17 минут. Реальное время. Финам. Финам. Сегодня у нас дебаты. Здесь Сергей Железняк и Дмитрий Гудков. Золотые кренделя. Кто следующий? 65 10 99 6. Код Москвы 495. Финам. Финам. Наш портал в интернете для писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Пользуйтесь всеми средствами коммуникации. Я, в том числе, подключил и свой личный аккаунт в Твиттере. Дмитрий, пожалуйста. Вот теперь вам слово. И затем, уже отталкиваясь от них, будут комментарии господина Железняка. Ну, давайте пойдем по фамилиям. И фактам, как предложил Сергей. По фамилиям, фактам и документам. Я сегодня много документов принес. Первый Исаев. Исаев Андрей Константинович, известный депутат. Кстати говоря, хотел дополнить Сергея. Депутат действительно имеет право владеть акциями. Но он не имеет права входить в органы управления. Но также он еще не имеет права скрывать от общественности объекты недвижимости и собственности. Правильно? Вот, пожалуйста, Андрей Исаев. Мы обнаружили, что на участке, который принадлежит его супруге в Германии, находится отель, который он называет паломническим центром, и который почему-то не указан в декларации. Вот, пожалуйста, камера у нас. Камера вот эта трансляция, да. Вот эта камера, пожалуйста. Вот здесь, ну, можно у меня в живом журнале почитать. Номер в этом отеле стоит в районе 60 евро в сутки. Вот. Это первое. Да, я уже не буду говорить о том, как у него появились участки, машины и так далее за то время, когда он работал в Государственной Думе. Вот, пожалуйста, выписка из ЕГРЮ. Это официальный государственный реестр юридических лиц с печатями Федеральной налоговой службы. Говорит нам о том, что депутат Костунов, вот точно такой же документ на депутата Николаева, они являются не просто учредителями компании, но и генеральными директорами. То есть это не мы придумали, это документ, который нам дал официальный государственный реестр. Я еще раз поясню для слушателей, кто смотрит, да, прямой веб-трансляцию вы все видите. Вы можете все это еще раз в моем ЖЖ Дмитрия Гудкова найдите, можете все почитать. Дальше мы говорим про Кнышова. Он ушел по собственному желанию, это так преподносится. Почему он ушел по собственному желанию? Потому что мы получили оригинальные документы, это суд Братислава, у меня тоже с синими печатями, это копия, но оригинал опубликован у меня в живом журнале, где видно, что до 25 августа 2012 года он не просто был учредителем, но входил в органы управления компанией. При этом я получил, я направил запрос послу Словакии, который вот мне ответил, что по закону Словацкой Республики разрешена предпринимательская деятельность только в связи с получением разрешения на временное проживание на территории Словацкой Республики. То есть у него еще есть вид на жительство, судя по этому письму, и он говорил о том, что компания его не зарабатывает деньги. Так это вот невозможно по местному законодательству, потому что тогда любая компания обязана заплатить доход в размере пятикратного прожиточного минимума, он составляет 190 евро в день, в день. То есть 6 тысяч евро ты платишь в месяц неустойки, если ничего не зарабатываешь, платишь налог. Это про Кнышова. Кто ответил вам? Посол Словацкой Республики. Вот, чтобы уточнить, да. Даже вот сейчас могу сказать. Йозеф Мигаш ответил мне. Да, при этом почему-то преподносится вся история, как выход господина Кнышова по собственному желанию, и мы не увидели, не услышали никаких выводов комиссии Васильева. Дальше больше берем... Может быть, просто как, чтобы потом не уйти от темы, будем походу комитировать? Ну, я, можно еще пару просто фамилий, если позволите, да. Чтобы просто не забыть потом. Да, вот, пожалуйста, берем депутата Пехтин. Депутат Пехтин, который прошел комиссию Васильева и оказался ни в чем не виновным. Вот, смотрите, он сказал, что... Да, он скрыл участок земли в Питере, который принадлежит ему. Вот, смотрите, право собственности от 8 сентября 2011 года. Он сказал, что он не успел подать эти документы, потому что сбор документов в избирательную комиссию был раньше, чем он получил право на собственность. Но, вот здесь стоит дата. 8 сентября 2011 года, а съезд по выдвижению кандидатов Единой России состоялся 24 сентября, после чего мы стали сдавать наши документы. Вот, пожалуйста, документ есть. То есть это явное нарушение закона. Явное нарушение закона. Дальше Кононов у нас, депутат Кононов, который у нас в период исполнения, извините, так, сейчас, Кононов, да, Владимир Михайлович, в период исполнения своих депутатских полномочий, он у нас учредил 5 предприятий, да, ну, часть из них была там преобразована. При этом на сайте предприятия, который он создал, вот мы даже сделали скриншот, вот, пожалуйста, написано, председатель совета директоров компании Конкор, вот, господин Кононов. У меня тут много, я могу очень долго говорить. Я послушаю, что это все депутаты Государственной Думы, члены фракции Единой России. Вот, посмотрите, вот эти все документы, вот здесь вот все они, генеральные директора, да, они нарушали массу законов, вот я готов сегодня про всех рассказать, но, к сожалению, наверное, времени эфира не хватит. Вот, вот я специально принес все эти документы, направлены письма, в конце концов, серьезные, вот, знаете, в чем самая главная претензия? Говорят и в Совете Федерации, и в Думе, говорят, тот же Василий, будет письма, будут запросы, мы тогда обсудим. Но я хочу сказать, что в любом цивилизованном государстве, если идет какой-то скандал в средствах массовой информации, если это обсуждает, там, сотни тысяч граждан, это автоматически становится предметом рассмотрения правоохранительных органов. У нас почему-то Следственный комитет реагирует на какие-то обращения МММщиков, да, помните, на выборы в Координационный совет оппозиции, они написали обращение, Следственный комитет на следующий день заводит уголовное дело. А Дмитрий Гудков, депутат, публикует все это в блоге, это вызывает серьезный общественный резонанс, никакой реакции. Вот что меня возмущает. Почему так, Сергей, происходит? Это Дмитрий Гудков, фракция «Справедливая Россия», Сергей Железняк. Ну, Дмитрий прекрасно знает, что он, как депутат, может любой свой документ сопроводить письмом, и это и есть установленный законом порядок, поэтому, конечно, публикация в собственном блоге, в живом журнале не является частью документа оборота Государственной Думы. Это не только в блоге было, это во всех СМИ было. Ну, во всех СМИ это тоже обобщение такое достаточно как-то нечеткое, но смысл не в этом, смысл в том, что для Димы никакого труда не представляет по каждому факту, который ему известен, написать письмо на Сергея Евгеньевича Нарышкина. Точно так же, как я, когда мне стали известны факты по локте, он написал на Сергея Евгеньевича Нарышкина, и Сергей Евгеньевич Нарышкин расписывает в комиссию Васильева. Ничего, никаких других решений он принять не может. Это процедура, это документы оборот. Поэтому, почему Дима, при том, что он кричит, что у него много фактов, тем не менее не утруждает себя сделать ту работу, которую положено делать депутату, написать обращение на рассмотрение этого вопроса, мне достаточно странно. Мне, чтобы не усилить дискуссии. Сразу ответ короткий. Сразу отвечу. По моим публикациям был запрос Сергея Миронова на имя Нарышкина, там было шесть человек. Дальше обратился Гришневиков, Пономарев, третий, по-моему, Нилов, депутаты наши, по еще там ряду депутатов. Последний обратился Агеев, и в ближайшее время такие запросы будут направлены от группы депутатов. Замечательно. Вот именно поэтому... Но реакции-то на первый запрос нет никакой. Нет, стоп-стоп-стоп-стоп. Ну, опять, вот здесь как бы есть лукавство откровенное, потому что и Дима, и я, как бы, мы знаем, что по каждому запросу, который действительно направлен, идет предметное рассмотрение по каждому факту, по каждому человеку. И каждый депутат, на которого поступил материал, со всеми документами приходит на комиссию, в комиссии представители всех политических партий, комиссия рассматривает детально все поступающие факты. Можно вопрос? Вот, поэтому, ну, просто я боюсь, что я сейчас не успею ответить на все те вопросы, которые звучали до этого. Но при этом я призываю лаконично, да. Ну, слушайте, давайте как бы равенство сторон обеспечить. Вот смотрите, Исаев, Костунов, Николаев, Пешо, Николаева, Пехтин, масса фамилий. Я сразу скажу про Николаеву и Костунова, если следовать записям в Егюрл, на которые ссылается Дмитрий, то на Сергея Михайловича Миронова в Санкт-Петербурге зарегистрировано 29 компаний, в которых он является генеральным директором. Я к чему? Я понимаю, что на самом деле Сергей Михайлович Миронов, очевидно, не имеет к этому никакого отношения. Но и Дмитрий, и я знаем, что в Егюрлу есть только фамилия, имя, отчество. Поэтому, если у нас, конечно, очень редкое имя, очень редкое отчество, очень редкая фамилия у депутата, то сложно найти, наверное, в базе данных такого. А если распространенные фамилии, то таких будет совпадений достаточно много. Вот, поэтому в этом смысле, конечно, необходима более детальная и проверенная информация. Я призывал и Диму, и Сергея Михайловича Миронова, и предлагаю действовать только по конкретным фактам. Почему не услышали? Ну, можно я просто... Ну, давайте, а то меня начнут обвинять в предвзятости. Конечно. Вот, теперь про, соответственно, председателя Совета Директоров Конного, на фотографию которого Дмитрий ссылается. Нет, не на фотографию, а на выписке из Егюрл. Я их вам могу показать, пожалуйста. Ну, опять, про выписки из Егюрла мы только что, собственно говоря, проговорили. Если вы позволите, я продолжу. Ну, нет, я... Ну, хорошо, я жду. Сергей хочет договорить, да. Пожалуйста. Нет, здесь просто был бы правильный вопрос-ответ, вопрос-ответ. Это был бы самый правильный формат, понятный нашим слушателям. Значит, приходится сразу на шесть вопросов отвечать. Перерыв я бы хотел. Да. Ну, я бы тоже хотел. Поэтому по Егюрлу мы выяснили. Теперь, что касается акций, имущества и так далее. Еще раз. Все эти вещи не запрещены законом. Если есть какое-то несоответствие, должен быть установлен факт. В этом смысле само учреждение пяти, десяти предприятий, двадцати предприятий не является нарушением закона по действующему законодательству. Да. Например, я бы никогда не стал это делать. Просто для того, чтобы, ну, очевидно, да, не привлекать, там, гнев малоразбирающейся части нашей аудитории в том, что, а, вот, там, да, железня к чем-то занимается. Поэтому я это просто не буду делать. Ну, а кто-то из наших коллег во всех фракциях, вот, понимая, что это не запрещено законом, они учреждают предприятия, но при этом они не имеют права принимать участие в их управлении. Вот. Если говорить про Кнышова, вот, то, насколько я понимаю, из тех же документов, которые опубликованы у Димы на странице его блога, там написано, что все справки, которые он показывает, на первой странице прямо вверху написано, не являют и не могут являться юридически значимым документом. Это прямо вот там написано на первой странице нотариального перевода вот тех документов, которые Дима говорит. Теперь, там, сейчас, ну, посмотри на свою страницу в блоге. Пожалуйста, давай лаконичнее, Сергей. Второе. Там должность Кнышова переводится как исполнительный директор. И таких исполнительных директоров там аж три. Вот. Мы с вами понимаем, что это бессмыслица. Это значит, что-то неправильно переведено. Я думаю, что это просто перевод слова «участник общества». Продолжим после краткого выпуска новостей. Здесь Сергей Железняк и Дмитрий Гудков. Пишите, звоните. 19 часов 31 минута. Реальное время Финам. ФМ. Золотые кренделя. Тема нашего сегодняшнего разговора. Здесь Сергей Железняк, вице-спикер Госдумы России, член фракции «Единая Россия». Дмитрий Гудков, депутат Госдумы России, член фракции «Справедливая Россия». Мы сейчас окончательно так переходим в формат дебатов, да, и сейчас Дмитрий Гудков. Пожалуйста. Я бы хотел ответить Сергею. Считаю, что вы лукавите. Я бы говорил о том, что в ЕГРЮЛ можно найти Сергея Михайловича Мирона. Там можно найти Дмитрия Гудкова и любого человека, любого однофамилия. Это понятно, что Дмитрий Миронович. Но в ЕГРЮЛ есть еще ИНН. И по этому ИНН можно спокойно вычислить. Это наш, грубо говоря, Костунов или Николаева, или не наш. Это правда. Более того, что касается Костунова. Значит, компании, о которых идет речь, он создавал вместе с Якименко. Есть масса подтверждений в СМИ. Второе, он сам признался, что это его компания, но якобы она не существует. Второе, что касается Николаевой. Она сказала, действительно, я учреждала Золотой Крендель компанию. Но сейчас я не являюсь и принесла выписку из ЕГРЮЛ. Мы нашли две компании Золотой Крендель. В одной действительно она учредитель, а в другой она и учредитель, и генеральный директор. При этом там долгая история. Почитайте в блоге у Данила Линдели, как она пыталась, так сказать, заметать свои следы. Поэтому, когда я говорю о том, что в ЕГРЮЛ мы нашли депутата, я отвечаю за свои слова. Это депутат, а не его однофамилец, как, например, в случае с Мироновым. Дальше момент. Почему происходят у нас такие странные вещи? Когда, например, Гудкова надо было, Геннадия, размандатить, ему дали два или три дня, по-моему, на проверку. Значит, его лишили мандата, когда Следственный комитет принес копию документа подложного абсолютно, который не имеет отношения никакому управлению. Я это доказал, опубликовав сканы за гран-паспортом Марии Гудковой, который просто даже в этот период не было в России. Но почему-то, когда речь идет о депутатах Единой России, я, кстати говоря, первая публикация у меня была в конце августа. В конце августа, в начале сентября было письмо Миронова по поводу и Николаева, и Костунова, и Кнышова. Но проходит сколько уже? Два месяца. И почему-то нет никакой реакции со стороны комиссии Васильева. А когда надо было Гудкова, перед там 15 сентября маршем-миллионом, они все могут. Его замочили. Не, ну, понимаете, все это же двойные стандарты, объясните мне, пожалуйста. Я, конечно, понимаю, что у Димы сейчас есть... Моральное право, а у вас нет, не было морального права голосовать-то? Когда человек кричит о своих моральных правах, это его право. Я могу сказать, конечно, у него есть обида за отца, это вполне понятно. Но мы понимаем, что в ситуации, когда есть материалы, идет проверка, по каждому материалу принимается решение. То, что из, соответственно, вот трех названных Дмитрием, да, есть разночение по Кнышову, поэтому Кнышов и принял решение сдать мандат, не дожидаясь лишения. Потому что он понимал, что если бы этот вопрос был вынесен, его бы лишили мандата. Почему комиссия не отреагировала? Комиссия как раз и отреагировала и сказала, что она будет требовать дополнительные проверки со стороны Следственного комитета. Если говорить про Геннадия, Дмитрий прекрасно знает, что материал, который представил Следственный комитет, был взят из регистрационной палаты. То есть документ, якобы, который сейчас там Дима пытается опротестовывать, вот, он был подан вместе со всем комплектом документов в регистрационную палату. И там проходил от лица учредителей компании, которым является Геннадий и его супруга, как достоверный документ. Поэтому я же не перебивал, я же не перебивал. Ну, потому что он в регистрационной палате, все правильно. Вот, теперь про само происхождение там подписи. Геннадий ведь сам в СМИ средства массовой информации подтвердил. Да, наши слушатели могут это найти в СМИ, я не перебивал, Дим. Он сказал, да, собственно говоря, жена была за границей, нам нужно было срочно подписать ряд документов, поэтому она дала распоряжение. В сейфе были документы, подписанные мной и ей. И эти документы на бланках компании, соответственно, и были сотрудниками использованы для того, чтобы все документы оформить. Сергей, вы сводите, если я правильно вас понимаю, к личной мести, что ли? Да нет, вопрос не в этом. Я свожу к тому, что вот есть факт, и по факту должно проходить разбирательство. Если есть подтверждение нарушения закона, вне зависимости от партийной принадлежности, должен депутат или член Совета Федерации, или чиновник быть лишен своих полномочий. И это, мне кажется, должно быть наша общая консолидирующая позиция. Вот если нет фактов, то может трижды нравится или не нравится тот или иной депутат или чиновник. Но если нет фактов, то... Но получается, что Кнышов сбежал от ответственности. Да нет. Ну как нет-то? Смотрите, Юр, еще раз. По закону, что в отношении Геннадия Гудкова, что в отношении Кнышова, что в отношении любого другого депутата, ответственностью за нарушение закона о статусе депутата Членовской Федерации имеет только лишение полномочий. Поэтому в этом смысле последствия, они одинаковые. И для Гудкова... Пехтин нарушил закон. Я не вижу, что там, собственно говоря, нарушено, потому что... Он не задекларировал конкретное объявление о государственной регистрации права на участок, который не указан в декларации. Так. Скажите, пожалуйста, вот он от 8 сентября 2011 года. Ваш съезд был 24 сентября. Почему он ушел от наказания? Нет, еще раз. Вот есть бумага. На сегодня этот участок, он есть? Эти документы поданы, более того, мы это доказали. И они есть в декларации на 1 января? Нету, нету. Вот этого участка у Пехтин в декларации нету. Так вот смотрите, какая ситуация. Если... Нет, нет, ну стоп. Давайте, давайте. Либо мы как большие... Мы по себе, я спросил. Я могу много каких-нибудь ксерокопий найти в интернете, их много. Пехтин признал этот участок. Еще раз. Если он был на 1 января задекларирован, а у нас срок декларации Дмитрий знает прекрасно, когда мы до конца марта собираем документы и сдаем, то никаких здесь я нарушений не вижу, потому что приглашать это к дате съезда, ну как минимум достаточно странно, потому что в какой день происходит съезд партии, причем здесь документы, связанные с имуществом. Послушайте. У нас все... Сейчас, ну просто нашим слушателям, чтобы было понятно, что все сведения депутаты дают по состоянию на 1 января каждого календарного года. Ну, Дмитрий, подтверди, это так. Ну, это именно так. Поэтому нужно смотреть не ситуацию, там, лето прошлого года или осень прошлого года, а на 1 января этого года. Хорошо. Можно теперь конкретный вопрос? Конечно. Значит, по ситуации на 1 января 2012 года Пехтин в соответствии с этим документом, и он признает, что это его участок, является обладателем участка, который не указан в декларации, которую мы как раз подавали в марте. И когда я публиковал вот эти сведения, я специально посмотрел то, что опубликовано на сайте Государственной Думы, на сайте избирательной комиссии. Вот этого участка нет. Почему комиссия Васильева сказала, что Пехтин ни в чем не виноват? Ну, ты был, наверное, на этой комиссии? Я не был, она в закрытом режиме проходит, и туда даже журналистов не приглашают. На самом деле это не так. По резонансным вопросам всегда приглашают журналистов, и ты прекрасно это знаешь, но... Юрий, вы же знаете, что когда рассматривали Пехтина, туда журналистов не пустили никого. Единственная комиссия, на которую пустили журналистов, это когда Геннадий Гудкова рассматривали. Все остальные закрыты. Почему так? Я больше могу вам сказать, я зову Васильева, да, уже не первую неделю. Не могу дозваться. Вообще не могу дозваться. Пресс-служба мне говорит, что он настолько занят, что на эфиры не ходит. Ну и периодически я по государственному телевидению только вижу некие нарезки комментариев. Ну ладно, не о Васильеве. Моя позиция известна. Я бы все, кроме того, что связано с какими-то большими, не знаю, военными секретами, все бы делал публично и делал бы трансляцию в интернет. Это гораздо лучше, чем иметь различные интерпретации. Сергей, ваши коллеги. Еще раз. Вы зампредседатель, один из лидеров «Единой России». Ну предложите им это. Я уже предложил, и это есть даже в средствах массовой информации, делать все рассмотрения публичными. Поэтому сравнить надо, еще раз повторюсь, данные на 1 января каждого календарного года. Потому что из того, что говорит Дмитрий, у меня остается совершенно фантасмагорическое впечатление. Если у человека есть имущество, почему, собственно говоря, его не задекларировать? Это как минимум ущербно с точки зрения здравого смысла. Потому что если оно есть, то его задекларировать никаких проблем не составляет. Тут нечего прятать. Это есть во всех базах данных. А, соответственно, это какая-то либо поделка, либо какой-то лукавство. Дмитрий Гудков, подделка или лукавство? Я не знаю, я вижу страницу черно-белую. Я готов встретиться в суде с каждым. И более того, где-то там порядка 5 или 6 человек обещали обратиться в суд, подать на клевету. Обратились? Ни одного иска пока не было подано. Более того, когда я говорю о Егрюл, мои выписки все на текущий момент, либо от августа 2012 года, то есть это не выписки, там, десятилетней давности. Вот, пожалуйста, дальше. Депутат Гаджиев, согласно этой выписке, да, тоже из Егрюл, он является генеральным директором ОАО «Дербинский коньячный комбинат». Пожалуйста, выписка на 13 сентября 2012 года. Депутат Аскендеров является генеральным директором в соответствии с этим документом ППО «Кин» с 23 сентября 2008 года по сегодняшний момент. Выписка от 13 сентября 2012 года. Дальше есть депутат Гридин. Который входит в 2012 году. Форбс признает его, ставит на 42 место в списке самых богатых людей России, причем с доходом, извините, 2 миллиона рублей почему-то. Вот. При этом он, по данным Егрюл, значит, в период исполнения полномочий депутата 6-го созыва учредил СДС Медиахолдинг. Более того, компания его, которую он передал своим сыновьям, значит, ведет переговоры, да, о строительстве в Мурманске порта по перевалке 18 тонн угля в год. Так почему депутат Гридин встречается, вот есть официальная публикация, в том числе на сайте Гридина, то есть депутат встречается с губернатором Мурманской области и лоббирует для компаний своих детей строительство в Мурманске порта для переработки перевалки 18 миллионов тонн угля. Это есть на сайте депутата. Сергей, по-моему, убийственные просто факты. Мне можно ответить по этому поводу. Еще раз, по ЕГИРу, я говорю о том, что вот эти вот якобы документы являются просто распечаткой, которая распечатка. Господин Гуков сказал про АТИНН. Сейчас, сейчас, сейчас. Это же индикатор? Нет, собственно говоря, и про все. Это не документ, это просто распечатка. Если, исходя из того, что здесь написано, можно установить данные человека, при том, что здесь на самом деле нету тех самых ИНН, про которые говорит Дмитрий. Мы тоже это можем посмотреть на странице, на любой. Это просто некие данные непонятным образом взятые. Я допускаю, допускаю, что в тех или иных базах... ГРН. Мог быть? Пожалуйста. Номер ГРН. Почему нету? А ИНН-то при чем здесь? ГРН и ИНН. Где-то ИНН, где-то ГРН. Я просто утверждаю, что это те самые люди. То есть уже не ИНН. Уже не ИНН. Где-то ГРН, где-то ИНН. Но я утверждаю, что именно эти люди, это не однофамильцы. Это люди, которые имеют непосредственное отношение к этим компаниям. Более того, я вам хочу сказать, когда мы изучали информацию о причастности вот этих депутатов, например, к конкретным компаниям, мы же анализировали еще средства массовой информации. Я вам могу сказать, вот Гридин, да, например, вы можете спокойно зайти на его сайт, вы увидите его биографию, где он сам пишет о том, что он имеет отношение вот к этим компаниям. Берем, например, Федяева, да, там, депутата Федяева, который вот по нашим данным... Давай сейчас с этими проговорим. По нашим данным. Ну, по твоим-то данным понятно все. Ты сказал, 93 человека. Юрий, смотрите, вот ЕГРЮ — это база данных, которая открыта для любого пользователя. Любой человек может заплатить деньги и получить официальные выписки. То есть это сведения, которые не являются какими-то суперсекретными. Поэтому я говорю о том, что любой человек может взять вот эти документы, также подключиться к этой базе данных. Мы же платили деньги, извините. Нет, я понимаю, да. Каждый выписок стоит определенных денег. Да, мы получали... Именно поэтому кто-то должен быть виноват, если ты заплатил денег. Конкретные документы, которые говорят о причастности именно вот этих конкретных людей, это не однофамильцы, Сергей. Вы можете проанализировать спокойно. Повторяю еще раз. Нет, повторим сразу после кратков выпуска новостей. И уходим на него. Здесь Сергей Железняк и Дмитрий Гудков. Реальное время. Финам. Финам. В 19.47. Реальное время. Финам. Финам. Здесь у нас дебаты. Сергей Железняк, Дмитрий Гудков. Золотые кренделя. 65 10 99 6. Код Москвы 495. Сразу говорю, слушали мы гостям. У нас совсем мало времени. Финам. Финам. Это наш портал в интернете для ваших писем. Там же где-то прямая веб-трансляция. Сергей, вот вам вопрос от Андрея из Челябинска. Это продолжение на самом деле нашего разговора. Вам не кажется, что вы пытаетесь отмазать своих, причем отмазать в кавычках, то есть с точки зрения русской филологии все великолепно. Говоря такую чушь, как будто все слушатели жители далекого Зимбабве или полные, а дальше я не буду цитировать. Пожалуйста. Если бы наши слушатели были жителями далеких экзотических стран, я предложил бы тогда всех съесть просто. А я как раз предлагаю разобраться. Потому что самое нецивилизованное, что может быть, это просто попытка огульно кого-то шельмовать. Это абсолютно вещь мало того, что бесперспективная, она еще и порочная. Потому что можно гадости говорить про любого. Я за факты. Если есть факт конкретный, подтвержденный, то совмещение управления бизнесом с полномочиями такой человек должен быть лишен мандатом. То есть все, что озвучил Медведков, вы считаете не факты? Еще раз. Я говорю о том, что здесь есть некие наборы разных данных, взятых непонятно каким образом. И у Дмитрия есть возможность официально получить все эти данные, официально их направить. Вот Сергей Михайлович направил, или там Митрохин направил, по ним идет разбираться. Я Диме предлагаю это же самое. То есть не ограничиться собственным блогом, а действовать как депутат в рамках своих полномочий. Дмитрий. Да. Во-первых, я это делаю. Во-вторых, я вижу, что это абсолютно бесперспективно. По причине? Потому что Единая Россия демонстрирует двойные стандарты. Какие же они двойные? Потому что когда нужно наказать оппозиционеров, то у нас быстро шьют какие-то статьи. Навальному придумывает там про Кировский лес. У нас какие-то МММщики могут за три дня возбудить уголовное дело по факту хищения денег, якобы там хищение денег во время выборов в Координационный совет. Я лично много раз обращался в различные правоохранительные органы. Следственный комитет, в прокуратуру. Я могу сказать, что столкнулся с удивительной ситуацией, когда я депутат Госдумы. Пришел на встречу с избирателями. Меня заперли с этими избирателями в автозаке. Они привезли в ОВД, в Северное Дегунино, в Восточное Дегунино. Я написал после этого письмо генеральному прокурору. В итоге против меня же еще вынесли предостережение. Я обратился в суд, и этот суд проиграл. Понимаете? Поэтому, когда речь идет... То есть здесь это система. Конечно. Поэтому, понимаете, куда я буду обращаться? Посмотрите. Куда обращаться, если действует система? У нас Бастрыкин, его называют уже давно иностранным агентом, который один из организаторов этих всех репрессий. Генеральный прокурор Чайка, он у нас обращается в Госдуму и призывает к внесудебным политическим расправам. Комиссия по депутатской этике. Я про Геннадия Гудкова. Комиссия по депутатской этике возглавляет Пехтин, который автор, герой, вернее, наших разоблачений. И получается, что, несмотря на то, что у меня есть депутатский статус, но он здесь никакой роли не играет, потому что у меня мандат, видимо, не того цвета. Вот на обращение Сергея Железняка, Бурматова, Сидякина, почему-то следствие очень быстро реагирует. А на наши письма идут либо отписки, либо вообще никак не обращать внимания. Сергей, что у вас в отношении со СКР? Очень важный момент. Я написал летом еще, по-моему, в июне письмо. Подписались 20 депутатов Госдумы по поводу неправомерных действий сотрудников полиции, которые избивали людей 6 мая. У меня было 17 эпизодов, где видны были лица ОМОНовцев, сотрудников полиции. До сих пор, я не получил ответ, до сих пор не принято никакие решения, хотя мы видим, что Следственный комитет замечательно у нас держит, так сказать, за решеткой два десятка людей, которые сегодня обвиняются в организации беспорядков. При этом почему-то в отношении сотрудников полиции следствие не работает и не отвечает даже на наши депутатские запросы. Поэтому это все двойные стандарты, это профанация. И боюсь, что, да, и последнее хочу сказать, что я бы даже не голосовал за лишение мандата Кнышова, потому что здесь дело не в обиде и не в чувстве мести, потому что любой человек в нашей стране имеет право на судебную защиту. Вы выгнали Гудкова без возможности судебного разбирательства, вы нарушили Конституцию и 20 ноября посмотрим, что скажет на это Конституционный суд. Это очень... Теперь ответ Сергея Железняка. Да, я считаю, что здесь абсолютно правильно, что нужно дождаться решения Конституционного суда, потому что вот эти все голословные обвинения, они абсолютно несостоятельны. У Геннадия, то есть даже как у Кнышова, как у Димы, как у меня, есть право на судебную защиту, естественно. И я что-то так пока и не видел, чтобы многие этим воспользовались. Но разговор даже не об этом. Разговор о том, что мы живем в информационном обществе. И самое простое и самое грязное, что можно сделать с любым человеком, это вокруг него или нее создать информационную волну помоев, когда различными какими-то непонятными бумажками пытаться человека очернить. Сергей, Гудков занимается выливанием помоев? Я сейчас говорю про то, что любой человек может быть на этом месте. Нет, вы ответь на мой вопрос конкретно. Вот Дмитрий предъявляет конкретные претензии. Я считаю, что нет. В том-то и дело, что вместо того, чтобы Диме пойти путем, который есть в законе, который прописан, дать не просто ксерокопии, почерпнутой фломастером, а дать нормальные документы, на которые любой орган будет обязан отреагировать. Дима предпочитает. Дима предпочитает, собственно говоря, Жангли... Ну, слушайте, еще раз, тогда нужно... Почему на обращение Мироновы не отреагировали? На обращение Гришневикова нет реакции, на обращение Нилова нет реакции. Ну, я могу, как бы, сказать, и Миронова, и Митрохина, там, где были содержательные моменты, все они были рассмотрены. Просто надо сказать, что и у них-то, к сожалению, там тоже берутся некие распечатки из интернета, которые не являются никакими документами. Вот, мне даже удивительно... Многие из них совершенно случайно попадают в список Форбс, да? По ошибке, видимо, журналистов. Вот, это ключевой вопрос нашей сегодняшней дискуссии. Так мы против богатых? Или чтобы закон не нарушался? Чтобы закон не нарушался. Правильно. Чтобы он исполнялся. Правильно. Поэтому я призываю, как бы, не пытаться... Чтобы не было двойных стандартов. Не пытаться спекулировать на доходе тех или иных людей. Принимается. А говорить о том, есть факты, подтверждающие нарушение ими закона. Если есть факты, они должны быть лишены мандата и полномочий. Если нет фактов, то тогда не нужно, как бы, просто так огульно лить помой на людей. Сергей, другими словами, Единая Россия, как детская слеза, чиста перед всеми? Нет. Это абсолютно не так. Там один Кнышов только, Юрий. Один Кнышов. Больше нет у них. Спасибо, что Дмитрий отвечает за Единую Россию. Я думаю, что это... Я вам помогаю. Сейчас сближение наших позиций до Справедливого Вы сказали нет. Нет, конечно. А кто еще? Какие фамилии? Смотрите. Вы можете посмотреть, в том числе и мою переписку и деятельность в СМИ. Я помогаю как раз Единой России избавляться от тех людей, которые замешаны в совершении преступлений. Вот, например, сегодня. Это не имеет отношения к партии, но имеет отношение к Думе. Один из сотрудников аппарата Думы пытался кого-то там за деньги трудоустроить в аппарат Думы. Был на этом сегодня как бы схвачен. Я буду настаивать, чтобы обязательно были привлечены к ответственности и получили реальные сроки. И тот, кто пытался взять взятку из аппарата Думы, и те, кто, собственно говоря, ему эту взятку предлагали. Потому что это есть преступление, которое бросает тень на всех. Позиция ясна. Вот надевайте сейчас гарнитуры, наушники. Вы сейчас будете слушать мнение слушателей. Я сейчас сразу обозначаю не вопросы, а именно комментарии. Потому что у нас осталось всего 4 минуты. Я запускаю смс-голосование. Сергей спрашивал, какой вопрос поставить. А, собственно, я поставлю ваши две фамилии. Вы высказались, да? Каждый из вас представил свое мнение. Я уважаю это и одного, и другого, да? Потому что привык доверять людям. А тем более публичным политикам. Но если вы лжете, то значит, рано или поздно вы расколетесь на этом. Или так сложится ситуация, да? Потому что вот еще в очень небезызвестной книге написано. Все тайное. Становится явным. Становится явным, да? Поэтому, если вам близка... Я сейчас обращаюсь к слушателям. Близка позиция Сергея Железняка. Пожалуйста, на 5533 отправьте смс-сообщение. Буква А. Железняк. 5533. Смс-сообщение с буквой А. Если вам близка позиция Дмитрия Гудкова, то 5533. Смс-сообщение с буквой Б. Гудков. 5533. Смс-сообщение с буквой Б. Голосование запущено. У вас всего есть 2 минуты для того, чтобы в нем принять участие. Поэтому, пожалуйста, высказывайтесь. Железняк. 5533. Смс-сообщение с буквой А. Гудков. 5533. Смс-сообщение с буквой Б. 6510. 99.6. Код Москвы 495. Четко, лаконично и по делу. Добрый вечер. Вы в эфире. Алло. Добрый вечер. Это Алексей тут в Москве. Да, Алексей. Чуть громче. Вы знаете, Юрий, я давно слушаю ваши эфиры. И вот когда к вам приходит, извините на Россию, знаете, все общение с ними напоминает вот этот фильм «Не море». Видите, броненосец, потемки. Когда матросы будут давались и показывают там кусок мяса тухого. Что это? А это, знаете, мертвые личинки мух. Понимаете? Это вот единственный ответ. Я думаю, финал будет тоже в конечном итоге. Понял. Сейчас мы не комментируем. Вообще, сейчас высказываются слушатели и голосуют. Если вам близка позиция Сергея Железняка. 5533. Смс-сообщение с буквой А. Вам близка позиция Дмитрия Гудкова. 5533. Смс-сообщение с буквой Б. Вы в эфире. Как вас зовут? Добрый вечер. Алло. Алло, здрасте. Меня зовут Иван. Да. Ну, превращу свой вопрос в комментарий. Знаете, задолго до Геннадия Гудкова вот есть председатель Чукотской областной думы Роман Абрамович. Я думаю, нет ни одного человека в стране, который соневается, что этот человек бизнес ведет. Как-то не интересуется «Единой Россией» этим уже много лет. Да, понятно. Добрый вечер. Вы в эфире. Алло. Юрий, добрый вечер. Меня тоже зовут Иван. Москва. Соответственно, я проголосовал за Гудкова. Одна простая причина, что господин Железняк, вполне обладая информацией, может, ну, наверное, не хочет разобраться со своими коллегами, которые, может быть, нечестны, и он это признал. Вот. А выписка из ЕГРЮ является вполне официальным документом, который предоставляется во все органы, вплоть в таможню, везде, везде, везде. Там отображены все изменения, которые происходили с юридическим лицом с момента основания и до момента получения выписки. Да, спасибо огромное. Все, значит, звонками мы закончили, мы услышали комментарии. Я останавливаю СМС голосования. Сейчас я объявлю итоги его. Ну, здесь, конечно, убийственные итоги. В общем-то, я и не сомневался, что они такими будут, потому что на финал МФМ, в общем-то, «Единая Россия» никогда не получала такого большого процента. Но я хочу вот заметить для всех слушателей, что есть люди, в том числе и Сергей Железняк, я сейчас не выступаю его адвокатом, да, которые идут сюда, которые общаются, дебатируют и высказывают свое мнение. Вот это надо тоже уважать. Но и результат следующий. 97,22% слушателей проголосовали за Гудкова. 2,78% слушателей проголосовали за Железняка. Я сейчас не найду вопрос, но, Сергей, очень коротко. Один слушатель сказал, вы готовы помочь Дмитрию Гудкову вот в продвижении, что называется, этих подозрений, скажем так, в разбирательстве и в расстановке точек на И? Я этим уже занимаюсь. Все. Сергей Железняк, Дмитрий Гудков. Реальное время. Финам. Финам.